МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире специальный выпуск программы Республика о главных новостях прямо сейчас. 16 апреля в Чувашии плюс 47 случаев заражения коронавирусом. Общее количество людей с подтвержденным диагнозом сейчас 126. Два пациента выздоровели, один умер. Под медицинским наблюдением находятся 1076 человек. Для того, чтобы предотвратить распространение COVID-19, сегодня временно исполняющий обязанности главы Республики Олег Николаев принял решение. Церкви на Пасху будут работать в закрытом режиме. Для тех, кто обеспечивает богослужение, организуют пропуска. Об этом он заявил на совещании, где совместно с духовенством обсудил, как избежать рисков заражения. Все приходы могут организовать соответствующее богослужение. При этом национальная телерадиокомпания будет вести прямую трансляцию с богослужения с участием митрополита Чуварского Владыки Варнавы. И здесь все люди могут, скажем, в режиме онлайн наблюдать и участвовать дистанционно. Будет утвержден образец пропуска, который будет оформлен приходами до того, чтобы люди, которые участвуют в организации богослужения, могли пройти и соответствующим образом принять участие во всех необходимых мероприятиях, которые предусмотрены в рамках богослужения. Проведите один из главных православных праздников дома. Отнеситесь к ситуации с пониманием и ответственностью. Напоминаем, пасхальное богослужение с Покровско-Татьянинского собора Чебоксар можно будет увидеть в прямом эфире национального телевидения Чуваши 18 апреля в 23 часа 30 минут. Активность волонтерских центров в условиях пандемии постоянно растет. Количество звонков от жителей республики становится все больше. Оказать помощь готовы и многие предприятия региона. В их числе группа компаний «Альянс Авто», которая передала 6 автомобилей на время пандемии в безвозмездное пользование волонтерам республики, 4 городскому штабу и 2 волонтерам проекта «Мы вместе». Так группа компаний «Альянс Авто» решила помочь в борьбе с распространением коронавируса в регионе. Автомобили предназначены для доставки продуктов и медицинских препаратов. Есть случаи, когда пациентам необходима помощь, особенно инвалидам, приехать в больницу, допустим, на врачебную комиссию и так далее. То есть здесь мы тоже оказываем содействие. Нам дадут автомобили, которые позволят нам, в принципе, беспрепятственно выезжать в Чебоксарские районы и ближайшие населенные пункты. Когда мы услышали обращение главы Чуваши, Олега Николаева, о том, что необходимо объединиться и помогать друг другу, мы приняли решение, что будем помогать волонтерам и медицинским работникам. Мы выделили автомобили из нашего служебного парка. Надеюсь, что эти автомобили помогут им быстрее и эффективнее оказывать помощь и содействие людям, которые оказались в тяжелой ситуации. Мы выделили эти автомобили до 30 апреля. Если ситуация не улучшится, то до конца нерабочих дней, скажем так, до конца окончания самоизоляции. Мы верим, что только объединив усилия, мы можем справиться с бедой и снизить риск числа заболеваемости населения Чуваши. В сложной ситуации оказались преподаватели чувашского языка в республике во время дистанционного обучения. Если их коллеги по другим предметам могут использовать методики с разных образовательных порталов, то у преподавателей чувашского языка и литературы таких возможностей не было. Республиканский институт образования на базе одной платформы разработал специальный формат, где преподаватели Чувашского со всей республики обмениваются практиками и используют их на своих уроках. Любовь Адюкова, учитель Чувашского языка и литературы Большаяльчикской школы, начинает дистанционный урок для восьмиклассников с проверки домашнего задания. Ее ученики подготовили презентации и видеоролики по рассказу Михаила Юхмы о жизни молодого волка, который отбился от стаи. Нашел друга среди людей, а потом столкнулся с жестокостью человека. За полчаса занятий учитель успевает оценить подготовку ребят и объяснить новый материал. На уроке педагог использует видеоролики, презентации, тестирование по вариантам и все дистанционно. Мы так и как на уроках делаем анализы. Дети со мной разговаривают через это приложение. Мы видим здесь живой звук, живой диалог у нас получается. И это детям очень нравится. Вот они видят друг друга, общаются вместе. Вот когда первый раз мы вышли в контакт с детьми, они сначала истеснялись, как-то вот увидели друг друга и не хотят разговаривать, а потом как-то уже привыкли. Готовиться к дистанционному уроку намного сложнее, чем к обычному, говорит Любовь Адюкова. Видеоролики, тесты, инфографика – и это практически каждому занятию. Сейчас многие учителя чувашского языка помимо своих разработок берут материалы с платформы Я-класс. Там создан онлайн-методический центр. Я-класс. Там, конечно, для учителей других предметников все готовое есть. А для нас, для учителей чувашского языка и литературы, там готовых материалов не было раньше. И мы сами это туда все добавляем, скачаем. Учителя и родители при организации учебного процесса ищут выходы из разных нетипичных ситуаций. В нашем данном трое учащихся нашего района не имеют интернет-связи. С этими учащимися учителя работают через телефонную связь. Они дают задания по телефону, и основной упор сделан на устной части ответа. Отвечают устно также по телефону. Специалисты советуют не огорчаться, если что-то сразу не получается, и воспринимать ситуацию как опыт, который будет полезен и после пандемии. Татьяна Трофимова, Ирина Волкова, Андрей Шоклев, Республика. Это главные новости к этому часу. Следующий выпуск программы Республика в 18.00. До встречи.